МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 16.00 это новости. Меня зовут Лаура Жакупова. Здравствуйте. Касамжамар Тукаев выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате паводка в России. Соответствующую телеграмму глава государства направил Владимиру Путину. Президент нашей страны сообщил, что с глубоким прискорбием воспринял весть о разрушениях в населенных пунктах и гибели людей в Иркутской области. От имени всех казахстанцев Касамжамар Тукаев передал слова соболезнований и сочувствия родным и близким погибших, а всем пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. Число погибших в результате паводка в Иркутской области России возросло до 7 человек. 9 остаются пропавшими без вести. Между тем, в местных больницах находятся 153 пострадавшие. Как сообщают местные СМИ, Тулун с населением свыше 40 тысяч человек практически полностью ушел под воду. В городе вышла из берегов река, разрушила дамбу. Сейчас в населенном пункте ведутся работы по устранению последствий удара стихии. Улицы все еще потоплены и местным жителям приходится перемещаться по ним на лодках. Пострадавший регион посетил президент России Владимир Путин. Он поручил своевременно информировать всех жителей района, в котором грозит наводнение, и незамедлительно начать выплаты финансовой компенсации пострадавшим. Более 20 человек ранены в результате мощного взрыва в афганской столице. Теракт произошел в центре Кабула возле посольства США. Данные о точном месте взрыва расходятся. По одной из версий он прогремел в полицейском округе номер 16, а в свою очередь телеканал Толу Ньюз отмечается ссылкой на официальные лица футбольной федерации Афганистана, что при взрыве, прогремевшем недалеко от стадиона Газии, пострадали 16 членов этой организации. Постоянные представительства Казахстана при ООН и Управление по контртерроризму организовали недалеко от Нью-Йорка выездное заседание. Более 100 представителей, 50 государств и международных организаций при ООН обсудили механизмы координации совместных усилий для эффективной борьбы с терроризмом на национальном, региональном и глобальном уровнях. Организация пригласила казахстанских женщин, возвращенных из Сирии в рамках операции ЖУСАН. Они не смогли лично присутствовать на этой встрече, но участники внимательно посмотрели их видеообращение. 25-летняя Аида Сарина поделилась своими воспоминаниями о том, как она попала в Сирию, о тяжелых условиях жизни среди боевиков. Женщина выразила искреннюю благодарность правительству Казахстана за предоставленную возможность вернуться на родину и заявила, что готова стать борцом с терроризмом. Документальный фильм об операции ЖУСАН и видеообращение возвращенных из Сирии наших соотечественниц вызвали живую отклику участников выездного заседания государств-членов ООН. Встреча оказалась очень успешной, и мы покидаем ее с большим пониманием того, что необходим комплексный и всеобъемлющий подход к рассмотрению вопросов мира и развития для достижения повестки ООН-2030. Хочу поздравить Казахстан с этой важной инициативой и надеюсь, что мы продолжим ее обсуждение, так как за последние 24 часа поступили конкретные предложения о том, как в дальнейшем продвигать казахстанские начинания. На нас произвело впечатление видео об эвакуации Казахстаном своих граждан. Вам необходимо распространять свой опыт, а нам надо учиться у вас тому, как вы активно ведете такую работу, при этом всесторонне подходите к региональному сотрудничеству и партнерству. В Шимкенте, в жилом массиве Тогус, установили карантин по бешенству. Больной бродячий пес укусил шестилетнюю девочку. Малышку сразу отвезли в больницу, а на следующий день недалеко от дома отец пострадавший обнаружил эту собаку мертвой и вызвал специалистов. Результаты лабораторных исследований подтвердили опасные заболевания. Всех, кто соприкасался с больным животным, взяли на учет. Пострадавшая девочка сейчас получает последний курс вакцинации. После такого инцидента полностью проверены все собаки домашние, бродящие. Объявили карантин в Тогусском жилом массиве и отстреляли всех бродящих собак и кошек. Но факт, что там все противопедемические, противопезапевтические мероприятия проведены. На Каспии погибли двое подростков. Первый случай произошел на городском пляже. Три друга заплыли слишком далеко от берега. Вернуться удалось только одному. Он успел сообщить, что остальные тонут. Очевидцы кинулись спасать ребят, но повезло лишь одному. Его в экстренном порядке доставили в больницу. Врачи оказали ему помощь. Тело 13-летнего ребенка обнаружили спасатели. Еще один трагический случай произошел накануне в Тубкараганском районе. В местности под названием Голубая бухта погиб 17-летний подросток. Вероятнее всего эти ЧП произошли из-за плохой погоды. Несмотря на дождь, погибшие пренебрегли мерами собственной безопасности и купались в Каспии. Помимо этого случая, 27 июня, примерно в 20 часов вечера, в областную детскую больницу в приемном покое попала тоже девочка 2013 года. К счастью, девочку на месте же откачал врач-гинеколог, который находился в пляже на тот момент. Девочку привезли в приемном покое в очень тяжелом состоянии. Сразу же поместили ее в аппарат искусственного дыхания. На данный момент состояние ее среднестабильное. Тоже будем выписывать через несколько дней. Какие проблемы сегодня имеются на мировом финансовом рынке? Как их можно решить? А самое главное, какую роль в этом может и должен сыграть Казахстан? В столице сегодня начал работу международный финансовый форум «Астана Финанс Дейс». На протяжении четырех дней свои мнения будут высказывать ведущие мировые экономисты, политики, бизнесмены и ученые. Первые обсуждения уже прошли. Касались они финансирования IPO, привлечения инвестиций и анализа рынков. Компаниям мы предложили тренинг, чтобы сделать внутреннюю трансформацию внутри компании, обучить своих сотрудников. Потому что выход на IPO – это не только выйти на IPO и получить деньги. Потому что жизнь после IPO намного сложнее. Это нужно взаимодействовать с инвесторами, это нужно быть транспорентными, показывать все отчеты. И это все охватывает не только, это все охватывает разные аспекты компании. В столице презентовали Государственный центр поддержки национального кино. Он был создан весной этого года. Тогда же центр объявил конкурс проектов, претендующих на статус национального кино. Лишь они имеют право на финансовую поддержку центра. И также в рамках мероприятия были подписаны меморандумы о сотрудничестве с киностудиями стран СНГ. «Татаркино», «Беларусьфильм» и «Узбекфильм». Как отметил председатель правления центра Андрей Хасбулатов, это событие станет важным шагом в развитии кинематографа евразийских стран. На протяжении всего года мы принимаем заявки на кинопроекты и размещаем на своем портале объявления о проведении конкурса для отбора кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами. Собранные заявки представляются на рассмотрение экспертной комиссии, которая создана при центре, куда вошли наши заслуженные мэтры, деятели кино, а также прокатчики. После рассмотрения этой экспертной комиссии она выносит заключение о соответствии или несоответствии требованиям конкурсного отбора и признаниям фильмов национальными. Отремонтировать дороги на 20 миллиардов тенге планируют в Костанайской области в этом году. Почти на 400 километрах республиканских и местных трасс проведут средний ремонт. Это поможет увеличить долю хороших участков на 68%. В Карабалыкском районе асфальт укладывают сразу в нескольких направлениях. В основном это подъездные пути к сельским населенным пунктам. За последние несколько лет здесь подлатали 30 километров полотна. Это существенный объем в сравнении даже с последними тремя годами. В прошлом последний большой объем был реализован в 2017 году. Это 16 километров, а в этом году мы реализуем 28 километров. Имеется порядка 300 километров автомобиль для рух с автовальтобетонным покрытием. Но в удовлетворительном состоянии, я думаю, процентов 55-54, процентов удовлетворительного состояния. Остальные требуют ремонта, как текущего, так и состояния. В Арысь в качестве волонтеров прибыли участники военно-патриотического клуба «Жас-Сарбас» по Туркестанской области. 15 парней и девушек только недавно вернулись со сборов Айбен, прошедших на территории учебного центра «Спаск» в Карагандинской области. Сейчас юные армейцы занимаются разгрузкой и сортировкой гуманитарной помощи вместе с остальными волонтерами и добровольцами. По словам руководителя областного клуба, в скором времени к ним присоединятся участники «Жас-Сарбаса» из других регионов. Мы, новобранцы «Жас-Сарбас», не смогли остаться в стороне от событий, произошедших в Арысе. Приехали сюда, чтобы оказать свою поддержку. Начиная с сегодняшнего дня мы всячески помогаем. Я сам из Казлардинской области, район Жанакурган. Считаю, что когда в нашей стране происходят такие происшествия, молодые люди не должны оставаться в стороне. Поэтому мы и приехали сюда. Вместе с парнями и девушками работаем, помогаем в восстановлении. Будущее государство в руках молодежи. Поэтому мы призываем всю молодежь страны приехать сюда и помочь. На первая группа детей из Арыси уже прибыла в Нур-Султан. 185 школьников уже разместились в студенческом общежитии. В ближайшие 10 дней юных гостей ждет обширная развлекательная программа. Школьники посетят достопримечательности города, побывают на концертах и представлениях. Всего же за летний период столица готова принять до тысячи детей из Арыси. Я уверен, что большинство из них даже не бывали в столице. Поэтому мы хотим, чтобы наши дети гордились и чтобы они общались с детьми из других регионов. Мы с коллегами из Туркестанской области отрабатываем. Если на 17 секторов, для 17 регионов поделили, 9 сектор наш, там уже насчитывается порядка 700 домов. И наши строительные бригады уже начали восстановительную работу. Большинство им это спонсорские средства, наши коллеги там находятся. И в течение месяца мы должны завершить. Учитывая то, что там работы очень много, мы хотели бы, чтобы дети провели свои каникулы очень хорошо. Еще 130 детей из Арыси доставлены специальным рейсом в Павлодарскую область. Подростков разместили в учебно-профилактическом лагере «Жаздаурен» в Баянауле. За 15 дней они смогут отдохнуть и поправить свое здоровье. Лагерь «Жаздаурен» расположен на подножье Баянаульских гор. Свежий воздух и живописная местность сразу полюбились детям. Акклиматизация прошла успешно, отметили медики, которые обследовали ребят по прибытию. Когда мы сюда приехали, нас обеспечили спортивной одеждой и средствами личной гигиены. Питание хорошее, созданы все условия. У детей сразу поднялось настроение. Гульжанат Сыздыкова – одна из 15 педагогов, которые сопровождают ребят из Арыса. Детей разделили на 4 группы. Организовать им отдых учителям помогают и волонтеры. В лагерь приехали 15 волонтеров. В нашей группе 27 детей. Мы будем с ребятами почти месяц. Две недели проведем непосредственно в лагере. Остальные дни будут посвящены экскурсионным турам по местности. Здесь есть на что посмотреть. Педагоги всегда на связи с родителями, которые получают фото и видеоотчеты об отдыхе детей. Ребята участвуют в спортивных состязаниях, оттачивают мастерство в кружках рисования и рукоделия. Особый энтузиазм у детей вызывают различные экскурсии. Всего запланировано 20 туристических туров по району. Никто не остается в стороне. Каждый день поступают звонки с просьбой. Хотят предъявить помощь. В общем, всем необходимым на данный момент они были обеспечены. То есть, в первую очередь, первая необходимость была в теплых вещах. Очень рад, что приехал сюда. Мне все нравится. Нас развлекают, кормят отлично. На экскурсиях узнаем много нового. Меня очень впечатлили горы, их форма и великолепие. Ребята побывают в исторических местах. Посетят необычные природные уголки и местные музеи. К слову, Павлодарская область готова принять еще 170 детей из Арыса, которые будут размещены в трех учебно-оздоровительных лагерях региона. Марина Золотарева, Карлогаш Косейтова, Хабар, 24, Павлодарская область. Во время школьных каникул в Уральске детям предлагают пройти курс юного бойца. Вот уже девятый год там работает специализированный военно-патриотический лагерь «Кайсар» для будущих защитников Отечества. Мальчишки целую неделю живут настоящей армейской жизнью, без телефонов, всевозможных гаджетов и интернета. Все подробности в материале Ботагос Базарбаевой. Собрать за считанные секунды учебный автомат, метко стрелять, плавать, ходить по канату и уметь сварить ужин на костре. Большинство мальчиков все это делают впервые. Многие, попробовав вкус настоящей армейской жизни, хотят вернуться сюда еще. Тимирхан Жулиев, к примеру, в лагере «Кайсар» уже четвертый раз. Нравится подготовка, урекарминя подготовка, вставать, утром бегать, потом скалолазание, стрелять, автомат разбирать, собирать. В смене 50 мальчишек. В каждой группе дети разных возрастов. Старшие несут ответственность за младших. Учат здесь мужество и выносливости, а еще уметь дружить и любить родину. Азы, азбуку изучения армии. Что такое дисциплина, порядок. Это первостепенно наша задача. Ну и вторая задача, чтобы дети хорошо отдохнули в это летнее каникулярное время. Почувствовали мужское воспитание, потому что в школах у нас юноши все время учителя, женщины же. Теперь специализированные классы военной подготовки откроются и в школах. По одному в сельских районах и три в областном центре. Учиться в них будут те, кто выбрал для себя профессию военного. Путагос Базарбаева Руслан Газизов, Канат Махмутов, Уральск, Хабар, 24. Энергоэффективная теплица из подручных материалов. Именно такую соорудил житель Куручумского района на востоке Казахстана Арман Токжанов. И за месяц работы оправдал вложенные средства. Теперь у него в планах расширить производство и превратить полупустынные степи региона в овощной оазис. Материал Анны Лесенбердиной. Мастер на все руки. Именно так называют знакомые курчумцы Армана Токжанова. И эту экспериментальную теплицу он построил всего за пару месяцев. Ход пошли скальные породы, овечья шерсть в качестве утеплителя, глина. При этом Арман учел все погодные условия. Зима здесь суровая. Почему она хорошо растет? Полметра земли поднята, ваша сама почва, и внизу отопление. Энергию же получаем с помощью биотоплива, кизяка собственных ферм, рассказывает овощевод. Поэтому затраты минимальны. Так, вложив всего 3 миллиона тенге в теплицу, он сумел уже весной вернуть инвестиции. В планах теперь вместо 30 метров в длину возвести 100-метровые помещения и поставить ветрогенераторы. Вот этот природный, вот такой ветреный здесь климат, хотим использовать сюда на энергию. И она будет греть хоть сколько? 100-метровых теплиц. Она будет, значит, расхода мало, прибыли хорошо будет. Все расчеты выверены. Высаженные зимой огурцы уже дали урожай с 4,5 тонны. Причем работала теплица всего наполовину своей мощности. Продукция разошлась по всему району. Вот покупаем местные огурцы. Очень вкусные, сочные. Не сравнить с привозными. И для здоровья полезно, и самые свежие, и цены приятные. Теперь Арман намерен построить еще три теплицы, увеличив существующие мощности в 10 раз. Тем более, что проект поддерживает государство. Сейчас готовятся все документы. Будет изменено целевое назначение земельного участка, чтобы это было не просто крестьянское хозяйство, а именно теплица. И дальше предусмотрено выделение субсидий от государства на каждую тонну овощной продукции. Сам Арман же уверен, что такие теплицы можно устанавливать где угодно с минимальными затратами и получать прибыль даже не в миллионах, а в миллиардах тенге, снабжая при этом не только отечественный рынок, но и зарубежный. Анатолий Сенбертина, Руслан Мухамедьяров, Восточно-Казахстанская область, Хабар-24. А в биологическом центре «Семея» применяют зеленые технологии. Теперь в зимнем павильоне, благодаря солнечным батареям, круглый год будет теплая вода. Этой весной там установили гелиоколлектор. Всего оборудование может нагреть до 300 литров воды. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить теплокровных животных и птиц. А внедрить зеленые технологии помог фонд развития общественно значимых инициатив, который в качестве пилотной площадки выбрал детский биологический центр «Семея». Кроме того, в рамках реализации проекта внедрения энергоэффективных технологий в теплицах установят фитодиодные лампы и агроволокна. А вот электрические лампы центра заменят на энергосберегающие. В зимнем павильоне у нас до этого стоял бойлер, но он был на 80 литров, конечно, что не обеспечивал достаточное количество необходимой воды. В зимний особенно период. А сейчас, конечно, на 300 литров. Тем более, солнечные гелиоколлекторы никак не влияют на бюджет государства, на бюджет биологического центра. То есть с помощью солнечного света будет вырабатываться, за счет энергии теплая вода будет греться. Изучать поверхность Сатурна отправится беспилотный квадрокоптер «Драгонфлай». Об этом заявили сотрудники космической компании НАСА. По их словам, главная задача этой операции – найти возможные следы жизни и изучить условия, идентичные тем, что были на Земле миллиарды лет назад. «Драгонфлай» планируют запустить через 7 лет, и по планам НАСА он достигнет спутника Сатурна к 2034 году. Ожидается, что летательный аппарат пробудет на поверхности Титана 2,5 года и пролетит за это время 175 километров. Такими были новости к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok